Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике я хочу вам рассказать про пайку латунью. Как осуществляется эта пайка и какие металлы ей можно вообще спаивать. Пайка латунью применяется уже очень давно широко и повсеместно. По большому счету все твердосплавные пластинки, которые припаяны к режущему инструменту, они все припаяны при помощи латунного припоя. Латунный припой имеет очень прочное соединение и при помощи латунной пайки можно паять стали, углеродистые стали чугуны и даже медь. Пайка латунью относится к высокотемпературным пайкам и производится при достаточно высоких температурах, а конкретно от 900 градусов Цельсия. Забегая вперед, могу сказать сразу, для того, чтобы производить такую пайку, необходима очень мощная горелка. Горелки, те, которые цепляются на газовый баллон, они здесь уже не подходят, потому что мощности этой горелки не хватает для того, чтобы прогреть саму заготовку для пайки. В своих изысканиях я буду использовать бензиновую горелку, подключенную к компрессору. Как выяснилось, ее мощности слегка хватает для того, чтобы производить такого рода пайку. В качестве припоя я буду использовать вот такие латунные прутки, купленные в Китае. Кому это будет интересно, ссылку я оставлю в описании. Это 2-миллиметровый круглый пруток, маркировка его HS221, в нем 59% меди, 1% олова и 40% цинка. Хочу отметить тот факт, что чем больше цинка в сплаве, тем меньше температура его плавления. По большому счету, можно использовать любую латунь, которую вы сможете найти, даже эту пластинку. Ножницами по металлу отрезать тонкую полосочку и использовать ее в качестве припоя. Работает отлично, я уже пробовал. Но буду использовать именно круглый пруточек. Почему? Потому что им очень удобно дозировать необходимое количество припоя на поверхности. То есть, мне это очень нравится. В качестве флюса я буду использовать обыкновенную буру, или как ее еще называют, тетраборат натрия. Это порошок белого цвета. Раньше можно без проблем было ее приобрести в аптеках, но теперь по каким-то причинам ее там не продают. Ее можно приобрести либо в козмалах, либо в тех магазинах, где продается оборудование для пайки. В общем, для чего она нужна? Температура плавления буры очень высокая, от 700 до 900 градусов Цельсия. И при высокой температуре бура начинает плавиться, вследствие чего происходит очистка свариваемых поверхностей с одновременным растворением окислов. Значит, она выполняет очень важные функции. Очищает металл от окислов и защищает именно ванночку пайки. Много ее не нужно. То есть, ее даже такого пузырька хватит даже очень надолго. Почему? Потому что сам метод ее нанесения очень простой. Нагревается припой, макается в буру, к ней прилипает бура, и мы наносим эту буру на то место, где мы производим пайку. По большому счету здесь нет ничего сложного. Для начала я хочу спаять две стальные 10-миллиметровые трубочки между собой методом стык-встык. Так, конечно, делать нельзя, и никто так никогда не делает. Обычно одна трубка вставляется в другую и производится пайка. Но цель моего эксперимента в следующем – я хочу проверить саму пайку на прочность. Поэтому я спаяю две трубочки между собой стык-встык, после чего их зачищу, и в тисках попробую эту трубку согнуть. Выдержит ли пайка или нет? Попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, трубки между собой сместились ненамного Но не суть дела Главное, что все полностью пролилось Проверим навшивость Гонется не там, где надо Да, ну ты что Трубка развивалась А пайки хоть бы что Конечно, очень прочное соединение Попробую теперь медь с медью спаять Одна трубочка вставляется в другую Ну, попробуем теперь спаять Трубочки я зачистил В принципе, этого было делать не обязательно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Готово Зачистил корс щеточкой Ну, пайка, конечно, великолепная А теперь я попробую припаять Пластинку из твердого сплава Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, резец остыл Я его немножко корс щеточкой зачистил Но самой пайки, как таковой, пока не видать Поэтому сейчас я заточу резец, зачищу его полностью После чего покажу, как все получилось Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, оказывается, что и лудится вроде как Но плохо растекается Сейчас я зачищу и покажу вам поближе Ну и что здесь можно видеть Можно здесь видеть следующее Что латунь очень плохо растекается По нержавеющей стали Это даже нельзя назвать лужением Она просто по большому счету Припаялась к шероховатостям Которые остались от наждачки Ну и, как говорят, что не подходит Он для нержавеющей стали Здесь нужен либо Очень активный флюс Либо припой с содержанием серебра Ну, эксперимент есть эксперимент Итак, мои дорогие друзья В этом видео я поделился небольшим Своим опытом с вами Показал, как паять латунью Какие металлы можно спаять латунью Как вы видите, здесь нет ничего сложного И сверхъестественного И это доступно абсолютно каждому Если и есть, конечно, желание Для тех моих зрителей, кому это видео было полезным Не забывайте ставить палец вверх Пишите обязательно комментарий под видео Ну, а на сегодня всем пока